Потому что, когда ты честный, тебя люди видят, они это чувствуют, и они идут на тебя. Когда мы одеваем какие-то маски, они всё равно срываются, эти маски, и всё равно появляется то, что внутри тебя. Поэтому, знаете, самое главное – быть честным перед собой, перед людьми, перед Богом, да, как говорится. И когда ты честный человек, ты двигаешься вперёд, ты ставишь цели, ты добиваешься, ты целеустремлённый. Знаете, честные люди, они много в жизни добиваются. Они вот, которые какие-то там интриги плетут, эти люди ничего не добиваются. Это как ловушка для себя же. Они всё равно в неё и попадают, в этот капкан, знаете. А когда ты честный, искренний, тем более у нас, по-моему, на нашей методике, в нашей профессии интеллект-тренера нечестным нельзя быть. Мы тут искренне и честные, и отдаём всё от сердца, чем наполнено твоё сердце. И если твоё сердце наполнено любовью, радостью, миром, чтобы этим всем зажечь весь мир, то ты это и отдаёшь. А если ты лицемеришь, если ты вынашиваешь какие-то планы, а самое главное – если ты завидуешь. Вот знаете, зависть, она ни одного человека до хорошего не довела. И знаете, вот многие люди, они не умеют радоваться за других. Так я тебе хочу сказать сегодня, что, знаете, причина успеха лидеров – они умеют радоваться за других. Вы поймите, это правда. Я была в одной компании давно, в самом начале. И я радовалась за успехи других больше, чем за свои. И мне все говорили, вау, Ветрова радуется за других больше, чем за свои. Когда я ещё не зарабатывала. И знаете, что это обозначает? А это значит посев. Всё, что ты посеешь, то ты пожнёшь. И если ты сеешь сегодня радость за других, а не злость, ненависть. Такой, ага, это из-за меня ты заработала. Знаете, как некоторые говорят? Вот не было бы у меня тебя, ты бы не заработала вообще. Вот это я, я, а ты вот никто из-за у тебя никак. Вот такие есть у нас партнёры, знаете. И я хочу сказать, что самое главное – наши сердца. Самое главное – быть честным по отношению к себе. Самое главное – быть честным по отношению к тем людям. Которые добиваются больших результатов. И научись радоваться за других. Как только ты научишь радоваться за других, придёт время, когда будут радоваться за тебя. Если ты будешь радоваться сегодня другим чекам, другим, вот то, что они делают, и восхищаться этим от сердца. Вот научитесь делать это сердцем. Лицемерно это легко. Знаете, как говорится, даже в слове Божьем написано, легко плакать с плачущими. А оказывается, порадоваться с радующими очень тяжело. И вот я хочу сказать сегодня – научись радоваться за других, их успеху и стремись к тому же. Знаете, когда я первый раз услышала о Суперджаб от Роберта Рам, что я услышала? Я ничего не услышала, кроме как он сидел и кричал, я заработаю 5 миллионов рублей в месяц за то, что я делаю людей счастливыми. Знаете, что я в этот момент подумала? Я говорю, ну если он это делает, а чем я хуже? Я не позавидовала, я просто подумала, если это человек такой же, с двумя руками, с двумя ногами, глаза, уши, все есть у меня, чем я хуже его? Я тоже смогу здесь зарабатывать. Понимаете, они, которые приходят, они зарабатывают, там неправда, там какая-то ерунда, что-то там обманут. И что-то они пытаются, знаете, искать, какие-то негативные отзывы. Я говорю, кто ты, муха или пчела? Мухи всегда ищут гэ, а пчелки цветочки. Так что, знаете, когда некоторые приходят партнеры и говорят, я вам нашла негативный отзыв, я говорю, а где ты копалась? Я вообще негативных отзывов не вижу. Так что, дорогие мои, нам нужно быть теми людьми, которые не завидуют, которые умеют радоваться за других, которые ставят цели и добиваются их. Быть честным, быть целеустремленным, смотреть на тех успешных и сказать самим себе, да я сделаю еще лучше, да я сделаю еще быстрее эти равни, да я сделаю еще мощнее, да я зажгу еще больше сердец. И когда ты так скажешь с радостью, а не так, знаете, многие такие вот так есть. Вот, и поэтому вы сможете быстрее добиться результатов. А люди завистливые, знаете, что с ними происходит? Они разрушают себя, они с завистью съедают себя внутри, и они ничего не добиваются в жизни. Представьте, не желая, да, что там у другого, а просто порадуйся за другого и скажи, а я тоже так смогу, а я тоже буду к этому стремиться. И я верю, что у меня тоже все получится. И поэтому, когда ты ставишь цели, поверь в себя. Не смотри ни на кого, смотри на себя, не тыкай никому пальцем, посмотри всегда на себя и скажи, я сделаю, я смогу, у меня все получится. Вы же знаете, у нас же есть аудиотренинг, самое крутое упражнение, где мы просто становимся, знаете, волшебниками. И у нас все легко и просто получается. И просто запиши крутой аудиотренинг, который даст веру в себе, в себя прежде всего. Поверь в себя, поверь в продукт, поверь в компанию, поверь в профессиональных тренеров, и у тебя все получится. И знаете, сейчас осталось несколько дней, чтобы зайти в Галилею славы. Вот этих тысяч человек, которые оставят хлеб в истории, так сделай это легко и просто. Скажи сегодня, я это сделаю легко и просто. Если другие делают, а тебя в списке еще нет, скажешь, да я тоже попаду, осталось еще целых шесть дней, представляете, целых шесть дней. Можно столько за шесть дней сделать. Поэтому, родные сердца, ставим цели. Думаем о том, что я сделаю то, что делают другие, легко и просто. Не завидуем. Будем честны по отношению к себе, к своей команде, к людям, которыми мы общаемся. И у вас обязательно все получится. Не сдавайтесь, не сдавайтесь. Некоторые, ой, у меня не получается, наверное, я ничего не добьюсь. Да бьешься, если скажешь, все получится легко.